Здорово! Сегодня хотелось бы обсудить тему, которая в своей сущности не менее важна, чем тема относительно самих работ либо же каких-то рабочих процессов, будь то это благоустройство территории, неважно это какая-то придомовая территория, участок, двор, либо же это просто асфальтирование какой-то либо площадки, того же тротуара, либо парковки значения не имеет. От этого в подавляющем большинстве случаев зависит конечный результат и неважно какого масштаба планируются работы, есть моменты, которые стоит учесть перед их началом. Посмотрим, это много времени не займет. Итак, начиная какое-то действие, мы всегда уверенно должны знать для чего мы это делаем, то есть что мы готовы увидеть по итогу и какой нас ждет конечный результат. И мало кто из нас любит всякого рода форс-мажорные ситуации, когда так скажем все идет не по плану, либо же этот план меняется по семь раз на дню, это отнимает кучу энергии и бесспорно выбивает из колеи. Согласен со мной? В любом деле необходим план действий, в нашем же деле необходим, как бы это банально не звучало, проект. Не такой конечно неосуществимый, как у всем известного нам Жака Фреско, это его безумный проект Венера, который наверное он и сам не понимал как воплотить в реальность, даже если бы до сих пор оставался жив. Ну и хрен ты с ним, короче. Проект необходим в любом случае не только для каких-то так называемых масштабных работ, но и для таких, которые могут показаться на первый взгляд кому-то и не совсем значительными. Но многие до сих пор игнорируют это. А ведь весь рабочий процесс и конечный результат отталкиваются именно от этой точки. На самом начальном этапе это нам даст более конкретную калькуляцию, то есть сколько это все будет стоить, включая конкретные цифры на объем работ, виды работ на объем материала и его стоимость, так как приглашая разные бригады на замеры и расчеты, не имея до конца сформированного понимания о конечном результате. Ну типа вот здесь вот мне нужно это это, вот там скорее всего еще вот это, но это не точно, в процессе может быть еще мы сделаем вот это. И по итогу будет от этих бригад также размытая вилка цен, то есть стоимость так скажем на глаз. И смета конечно будет расти в процессе производства работ со стопроцентной вероятностью. Так как это лишнее время, лишние смены, лишние доставки материала, в некоторых случаях доставка техники и так далее. А с конкретными задачами и объемами можно уже выбирать более выгодное предложение, с этим я думаю все предельно ясно. Второе это возможность контроля на любом этапе запланированных работ, то есть можно уже обозначить какие-то контрольные точки либо для проверки, либо для соблюдения графика, также подвоз, вывоз того или иного материала, все это конкретно по датам и по числам. Дальше это все, что касается коммуникации, это должно быть все сделано и закопано в землю, это планируется в самом начале, то есть дренаж, ливневка, вот эти все вещи, которые уже располагаются на своих отметках. Если, к примеру, зашли какие-то новые люди, они будут понимать уже где это проходит, на какой глубине, на какой высоте, на каком расстоянии от каких-то объектов и риск, то есть что-то повредить, порвать, он будет минимален. Также это касается электрики, где она планируется, должно быть уже все подготовлено, например, откатные ворота, шлагбаумы, мачтое освещение, фонари, какие-то сопутствующие постройки, чтобы избежать момента, когда сначала заасфальтировали, а потом начинают резать, потому что забыли какой-то кабель куда-то прокинуть, и это все естественно удорожание, так даже если пока не планируется прокладка кабеля к той или иной точке, возможно сделать какие-то закладные, чтобы в последующем обойтись минимальными потерями, а возможно обойтись вообще без потерь. Также если сделали заезд с дороги к дому и почему-то забыли в каналу кинуть дренажную трубу, потом естественно это все вскрывают, кидают трубу и закатывают обратно. Дальше это все, что касается уклонов и высот. Очень важный момент, но почему-то, как ни странно, иногда он игнорируется. Вода должна куда-то уходить, точнее ее нужно уводить со всех поверхностей и от всех строений, и даже если поверхность кажется идеально плоской, например поверхность из асфальта, она все равно имеет уклон туда, куда нужно отвести воду, уклон, который задан еще основанием. Бывают случаи, когда основание уже подготовлено и вызывают бригаду, мол просто заасфальтировать, приезжаешь на объект, а там это не основание, либо оно волной, либо оно каким-то корытом, отсюда заново завоз щебня, заново уплотнение и так далее. Очень странно, когда основание готовят одни ребята, а укладывают сверху что-то другие ребята. Так что мы видим, что весь процесс последователен и, так скажем, одно цепляется за другое. И если что-то не учтено, оно в последующем, конечно, принесет трудности. Итак, полноценный проект должен иметь кучу отметок существующего рельефа, будущего рельефа, отметки существующих объектов, реперные точки и так далее. Все это существенно облегчает жизнь всем. И даже если по каким-то причинам произошла смена бригады, причины могут быть разные. Или, например, приостановилось строительство, тоже по каким-либо причинам, всегда можно начать строительство оттуда, где оно закончилось, имея на руках все записи. Если все-таки необходимо немного облагородить какую-либо территорию, промышленную, придомовую, двор, участок и проект вам не особо важен, не поленитесь. Посидите, подумайте, что бы вы хотели видеть, что действительно вам нужно. Зарисуйте, пусть схематично. Здесь дорожка, здесь парковочка, здесь будет беседка, к ней тоже дорожка. На этой дорожке потом хотелось бы видеть какой-то фонарик, здесь еще какое-то освещение. Потом посмотрите на него заново и отредактируйте. Все-таки разочарование от бесполезных и некачественных работ будет длиться гораздо дольше, чем радость от сэкономленных не на том деньгах. Вот и все. Что тут еще скажешь? Цени то, что имеешь и береги тех, кто действительно дорог. Все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова